Здравствуйте! В эфире программа «Республика» в студии Юлия Важенина. И прямо сейчас о главных событиях в Чувашии. Смотрите сегодня. Не раскрывайте карты. В Чувашии на 60% выросло количество случаев кибермошенничества. На этикетке одно, внутри другое. Роспотребнадзор проверил качество продуктов на полках магазинов. Студенческие идеи в реальное производство. В Чувашии обсудили, как воспитывать будущих инженеров. О безопасности граждан, о новых методах мошенников, о пресечении преступности среди и в отношении детей. Говорили на координационном совещании по обеспечению правопорядка. В его работе принял участие временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев. Времена меняются, меняется и структура преступности. Случаев кибермошенничества стало больше, аж на 60%, а уличных краж и драк меньше. На 39% увеличилось количество тяжких и на 11% особо тяжких преступлений. Выросли их выявляемость и раскрываемость. В прошедшем году на территории Чувашской республики зарегистрировано 12,5 тысяч преступлений, что на 5% больше, чем в 2018 году. К уголовной ответственности приличено 207 граждан, совершивших 500 преступлений. Увеличилось количество преступлений против самых уязвимых сегодня в Центре внимания дети. И страдают они, к сожалению, по вине тех, чья прямая обязанность их защищать. В прошедшем году родителями и иными законными представителями совершено 7 преступлений против половой свободы детей. Несовершеннолетние, имеющие задержку развития или иные психические отклонения, становятся наиболее уязвимыми. В 2019 году в отношении трех таких подростков было совершено 4 преступления. Преступления в отношении детей тоже чаще стали совершать с использованием интернета. Министерство образования считает, неплохо бы в школе внедрить дополнительные занятия по разъяснению основ безопасного использования сети. Руководитель региона отметил и другие немаловажные направления профилактической работы. Обязательно надо обозначить, что необходимо нам отдельно поговорить о профилактике наркомании и наркоторговли. Это очень важная тема. И учитывая, что на сегодняшний день эта тема находится в зоне внимания всех ветвей власти и уровней власти, особенно с появлением новых наркотических вещей типа СНЮС и так далее, нам надо эту тему в ближайшее время отдельно обсудить и совместно выработать отдельный план таких совместных действий. Правоохранительные органы усилили контроль за теми, кто уже совершал правонарушения против детей, вплоть до ограничения доступа на массовые мероприятия. Сегодня 19 из 48 рецидивистов уже в черном списке. Работы в данном направлении продолжат. Необходимо усилить работы и самими несовершеннолетними. Преступность в их среде по-прежнему остается высокой. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. В общественной палате Чувашии создана специальная рабочая группа по обсуждению поправок в Конституцию страны. Предложений по основному закону много, и они охватывают все основные сферы жизни. Это и институт супружества, и взаимоотношения в обществе, и целостность государства. Поправки в Конституцию должны сделать жизнь людей лучше, а государственный механизм эффективнее. Изменений социального характера, пожалуй, больше всего. Так есть предложение внести законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам. Пенсионеры, вышедшие, так сказать, по возрасту, по старости на пенсию, в нашей стране в своем большинстве, конечно, работают. И, простите, работают они не от удовольствия, а от необходимости. Потому что та пенсия, которая у нас выплачивается, она недостаточна для того, чтобы осуществлять и вести, ну, может быть, не очень достойную жизнь, но вот какую-то полноценную. Волонтерство в стране стремительно развивается и, по сути, стало новым трендом. Господдержку добровольческого движения предложили узаконить. Необходимо включить добровольческие формы служения обществу в Российскую Конституцию. И, прежде всего, это речь идет, ведь, о деятельности правительства. Должна быть связь, должно быть четкое понимание, что правительство поддерживает добровольческие объединения. Правительство понимает, что такое общественно-государственное партнерство. Вот, и сейчас вот настала пора как раз включить вот эту огромную сферу. Еще одно предложение – создать единую систему публичной власти. Эти изменения помогут решить проблему существующего сейчас разрыва. Вот это сейчас под действующие конституции, когда органы государственной власти, они самостоятельны, власть, органы местной власти самостоятельны, и у них нет соподчиненности. Ни по вертикали, ни по горизонтали. А сейчас предлагается вот единая публичная власть. Вот половину я показал, верхняя – это государственная власть, которая состоит из трех ветвей власти. Мы с вами знаем – законодательная и исполнительно-судебная. Все, мы закончили государственную властью. Раз мы говорим уже единую систему публичной власти, то есть другая половина должна уже составлять местную власть. Голосование за поправки состоится 22 апреля, а пока россияне имеют возможность обдумать все предложения. Рифат Фадкулин, Богдана Донникова, Валерий Рязюков, Республика. Как развиться у школьников инженерное мышление, какие проекты, реализуемые студентами, могут заинтересовать предприятия. Эту тему обсуждали на педагогическом форуме. Он прошел в Доме научной коллаборации ЧИГУ. Подробности у Дмитрия Ковалева. Робот-квантик-промоутер найдет ответы на многие вопросы. Робот, что такое кванториум? Кванториум – это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленная на разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий. Его разработчики – ученики научбоксарского кванториума. Научный проект ребят уже заинтересовал бизнесменов. И пускай не пугает внешний вид робота. Первая модель была произведена и для обучения студентов-биологов. Она дает возможность изучить то, как работают минические мышцы, изучить, что такое вообще череп, строение черепа. Мы делаем разные версии роботов для того, чтобы они могли быть направлены как на образование, так и на реальный сектор экономики. В случае, если это бизнес, это промоутеры. У нас уже есть определенные заказы для поставок на ресепшены, на торговые точки. Интерес к робототехнике в республике растет. Но важно создавать и образовательную базу. В рамках федерального проекта школьников обучают навыкам программирования. С инновационной разработкой на форум приехали студенты Канажского IT-куба. А это что за робот? Чем он отличается? Дело в том, что вот если... Это последняя модель. А чем он уникален? А вот тем и уникален, что он сам стоит. Мы ничего не делаем. Подумал, и он заработал. А это плоды еще одного федерального проекта. Кадры для цифровой экономики. На полученные гранты в 38-й школе Чебоксар создали 3D-лабораторию. Программное обеспечение настраиваем, собираем сами детали и принтер уже готов к работе. Как используете? Вы же в жизни используете, чтобы зарабатывать какие-то деньги? 3D-принтер активно используется в машиностроении для создания корпусов. Название форума «От пера до софта» раскрывает суть проводимой в Республике молодежной политики. Ставка на инновационные подходы в образовании. Проекты, реализуемые студентами и школьниками, должны применяться в реальном секторе экономики. Отметил Олег Николаев. Конкуренция и степень самой конкуренции растет с каждым днем. И здесь, конечно же, молодежь, которая владеет современными технологиями, которая с этими технологиями на «ты» и, самое главное, может это делать эффективно. Это, конечно же, наше будущее, наши возможности. Объемы господдержки отрасли образования продолжат увеличиваться. Фундамент будущего закладывают педагоги. Ключевая задача на ближайшие годы – подготовка квалифицированных кадров. Запреданность науке и достижения в педагогике. Воспитателям, учителям и профессорам вузов, временно исполняющие обязанности главы региона, вручил госнаграды. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. «Чувашия» готовится к «Тотальному диктанту». Для потенциальных участников организуют бесплатные подготовительные курсы. «Учить русский язык по пятницам» начнут завтра, 21 февраля. В этом году «Чувашия» в восьмой раз присоединится к всемирной акции по проверке грамотности. На этот раз «Тотальный диктант» напишут 4 апреля. Главной площадкой в республике традиционно станет новый корпус ЧГУ. Автором текста российский писатель Андрей Геласимов. Автор романов «Жажда», «Степные боги», «Холод», «Роза ветров». Лауреат литературной премии «Национальный бестселлер». «Тотальный диктант» 2020 посвящен всеми космоса. Качественный продукт, полезный продукт или, как минимум, не приносящий вреда здоровью. За соответствием санитарно-гигиеническим стандартам в республике следит управление Роспотребнадзора. Сегодня в ведомстве прошла пресс-конференция. Основные критерии оценки пищевого продукта – безопасность, потребительские свойства и энергетическая ценность. Если все три элемента соответствуют требованиям, то продукция может считаться качественной. В прошлом году, как и на протяжении последних пяти лет, в целом показатели качества и безопасности оставались стабильными. Доля несоответствующих проб нормативом невысокая. Показатели неудовлетворительных проб по Чувашской республике не превышали среднероссийские. Одно из часто встречающихся нарушений – когда состав, указанный на упаковке, не соответствует фактическому. В большинстве случаев фальсификация выявляется в молочной продукции и колбасных изделиях. Стоит отметить, что местные товаропроизводители себе такого не позволяют. А вот к привозной продукции есть нарекания. Из-за истечения сроков годности несоответствия продукции требований нормативных документов, отсутствия спроводительных документов, подтверждающих безопасность в 2019 году, из-за оборота изъято почти 11 тонн продовольственных сырья и пищевых продуктов. В Роспотребнадзоре отмечают, что потребителям стоит обращать внимание на срок годности и целостность упаковки товара. Следует помнить, что добросовестный производитель обязательно укажет о себе полную информацию на упаковке. Отсутствие таковой – повод задуматься и не торопиться с покупкой. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика. У полицейских появились новые обязанности, а Минздрав страны определил, какими лекарствами должны снабжать пациентов сердечно-сосудистыми заболеваниями. Подробнее в правовых новостях от компании «Гарант». Важное для граждан изменение в закон о полиции вступило в силу. Отныне стражи порядка обязаны сообщать родственникам пострадавших в результате преступлений, несчастных случаев и других ситуаций об оказанной им помощи и направлении в то или иное медучреждение. До февраля этого года полицейские были обязаны оказывать пострадавшим первую помощь. Новый закон дополнительно возлагает на сотрудников полиции обязанность сообщать родственнику или близкому лицу пострадавшего об оказании такой помощи или о направлении пострадавшего в медицинскую организацию. Причем осуществить такое информирование следует, возможно, короткий срок, но не позже 24 часов с момента осуществления такой помощи. Кроме того, сотрудники полиции теперь обязательно будут сообщать собственникам о факте проникновения на их земельный участок или в нежилое помещение. К примеру, при погоне за преступником или в других служебных целях. Раньше это правило касалось только жилья. Внесли поправки и в права задержанных. Теперь уведомить по телефону можно только одного родственника или близкого и только в присутствии сотрудника полиции. Следующее изменение по линии Минздрава. В ведомстве определили перечень лекарств, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут получать бесплатно. Речь идет о пациентах, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и некоторые другие сердечно-сосудистые заболевания. Ранее такие пациенты обеспечивались бесплатными лекарствами только пока находились в стационаре. А теперь они будут получать препараты и при амбулаторном лечении в течение первого года после перенесенного заболевания. В перечне 23 препарата. Среди них бессопролол, апексабан и другие лекарства, которые пациентам-сердечникам часто прописывают врачи. Для ветеранов, участников военных действий, кадет, День защитника Отечества – особый праздник. В Калининском районе столицы состоялось торжественное вручение юбилейных наград. 75 лет Великой Победы – особая дата и для семьи Петровых. Иван Афанасьевич освобождал Эстонию, Литву, Латвию. Награжден медалью за победу над Германией. Акулина Петровна – труженик тыла. У нее своя медаль – за доблестный труд Великой Отечественной войны. Они были знакомы с детства. Война разлучила их на время. Но судьбу изменить уже было нельзя. Они все же поженились. После победы. 67 лет уже вместе. У каждого из них свои воспоминания. Голодные и шли на работу. Не было ничего кушать во время войны. Не было денег. Сначала в Министерстве обороны был. На фронте участвовал. А после войны, как молодого офицера, перевели в Министерство ОМВД. Конвойные войска. Очень много было военно-пленных. Вручение юбилейных медалей – это дань памяти всем, кто защищал нашу Родину от врага. Сегодня их получили пять ветеранов. Громкие аплодисменты, памятная медаль и, конечно же, знак признательности цветов. Эту встречу можно было бы назвать «Встреча поколений». Там присутствовали и участники боевых действий. Выполняя интернациональный долг, они также рисковали своей жизнью. Воспоминания ветеранов слушали и кадеты школ города. Это наглядный урок жизнелюбия патриотизма. Кто действительно до конца верен в своей советской Родине, кто до конца верен в Российскую Федерацию. И вот эти молодые ребята, которые только-только примерили военную форму и уже стали защитниками, может быть, даже не приняв еще присягу Родине, уже сейчас на таком отличном примере, на примере вас, дорогие наши ветераны, увидят, может быть, свой смысл в жизни, увидят свою цель и будут к ней стремиться. Низкий вам поклон и большое спасибо. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. В преддверии Дня защитника Отечества по всей России проходит флешмоб «Служили и служи». В официальных аккаунтах МВД, МЧС, Генпрокуратуры выкладывают фотографии и воспоминания сотрудников о годах армейской службы. Наша съемочная группа тоже поддержала акцию и встретилась с теми, кто продолжает защищать права граждан и государства. На этой фотографии Андрею Бельскому и его сослуживцам 100 дней до приказа. Нынешний прокурор города Чебоксары начинал службу в разведроте в Латвии, а закончил уже в Калининградской области. «Выше нас только звезды» – это девиз разведчиков. Еще про них говорят, что слышат неслышимое, видят невидимое. Это бесконечные марш-броски и постоянные, значит, еженедельные стрельбы, ночные и дневные. Ну, самое, наверное, запоминающее – это была наша полоса разведчика. Она включает в себя, значит, пресечение водных преград, подрывы, значит, железной дороги, снятие часового, преодоление, значит, подводных всяких препятствий. Она только закаляет людей, армия, и, наверное, дисциплинирует. У нас был командир разведбата, он всегда любил говорить «Самая трудная профессия – быть человеком». И что самое интересное, как вы спросили, когда я поступал, я писал сочинение, а тема сочинения называлась «Моя профессия, а моя мысль – одеясь юриста и самая трудная профессия – быть человеком». Армейские уроки Андрей Бельский усвоил на всю жизнь. Уже 26 лет защищает права и интересы граждан и государства в органах прокуратуры. Мне кажется, что более почетной миссии, чем служба Родине, наверное, нет, более мужчины. А на этой фотографии 18-летний Алексей Иванов отправляется на службу в учебную часть в Самару. Потом был горно-штурмовой батальон во Владикавказе. Когда ему оставалось 90 дней до дембеля, он попал в Чеченскую республику. Был ввод войск по приказу. 50-тысячная армия вошла буквально за пару дней в Чеченскую республику. То есть своим ходом через Ингушетию, соответственно, в Чечню вошли. Ежедневный страх, он в начале. То есть боишься каждого кустика, каждого шороха. Потом уже не пугаешься ни выстрелом, ничего. Это тоже многим губит, что осторожность теряет. Когда по нашему движению бронетехники передвигаешься, то есть по боевому режиму, то есть все люки задрайны, в принципе, вот звук начавшихся, как будто монтировкой по железу стучат, ты вот этот звук слышишь. То есть это фактически с автоматического оружия начинает обстреливать. Алексей, как и многие участники боевых действий, не очень любит вспоминать подробности службы в Чечне. Зато хорошо помнит ребят, которые были рядом в это непростое время. Он уверен, что армейское братство – это навсегда. Это берет. Фактически мы с моим другом, которым служили два года, готовили дембельскую форму, то есть чтобы уехать красиво домой. И учитывая, что попал на боевые действия, нас вывозили грузовиками военными, и мы ничего больше не приготовили, никакой формы, только остался вот этот берет. То есть из формы, которая была камуфляжная, ношеная, потертая. И все, что от явки домой родителям красивый, был только вот берет. После возвращения из Чечни Алексей ни дня не сомневался, какую профессию выбрать. Служил и продолжаю служить. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Республика. Ночные экстремалы спасатели доставили до берега, идущего по Волге ночью человека. Сообщение о том, что в районе между Ново-Илларионовским пляжем и Сосновкой по льду идет мужчина, поступило на пульт оперативного дежурного ночью 19 февраля. Тут же на место выехали МЧС, скорая и полиция. С ходоком все в порядке. Поисково-спасательная служба предупреждает, сейчас нельзя выходить на лед. В этом году он очень тонкий и опасный. По данным МЧС, толщина льда на Волге в Завражном составляла всего 24-26 сантиметров. Идет постоянное подтаивание ледяного покрова на реках из-за плюсовой температуры. В субботу 22 февраля в Чебоксарах пройдет лыжня России. Из-за аномально теплой зимы в регионах сами решают, когда провести старты. Дату проведения каждый субъект выбирает самостоятельно. В столице Чувашии лыжня пройдет 22 февраля. А в районах разные даты. В Чебоксарах массовая гонка состоится на территории школы Олимпийского резерва номер 2 по улице Престанционная. Первый забег начнется в 12 часов, но зарегистрироваться нужно пораньше. Совместно с администрацией города Чебоксар мы остановились, что проведением места этой центральной площадки будет эта школа номер 2, биатлонный центр. Проверяя лыжную трассу, которая есть на биатлонном центре, мы думаем, что к 22 числу она будет в рабочем нормальном состоянии. То есть достаточно снега, достаточно укатность и достаточно ширина для всех участников. Для тех, кто хочет принять участие в этом мероприятии, мы организовали трансфер, который будет курсировать по маршруту Чебоксара-арена и биатлонный центр. Начало трансфера 8.00, так как регистрация этого мероприятия для участников будет в 8.30. Чтобы не было пробок, при подъезде к биатлонному центру в субботу полностью перекроют базовый проезд с 8.00 до 17.00 вечера. Будут ходить только автобусы, которые доставят участников лыжни от Ледового дворца до места соревнований и обратно. Это главные новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова